Цветы могут принести в помещение собственную энергетику, положительную или отрицательную, все зависит от конкретного вида растения. Есть те, которые ни в коем случае не стоит ставить на полки или подоконники в квартире, особенно если семейная жизнь еще не устоялась, а только начинается и нуждается в притирке и гармонизации. Например, плющ не стоит держать в жилом помещении. Плющ очень агрессивен к энергетике мужчин, поглощая радостные эмоции представителей сильного пола. Кактус просто растение-вампир, особенно опасный для незамужних женщин, так как отваживает от них кавалеров. Кактус в доме усиливает противоборство женской и мужской энергетики, провоцирует ссоры и размолвки. Ядовитая дефенбахия опасна не только для домашних животных, но и для молодых семей. Тещин язык или сансевиерия также отнимает у мужчин жизненные силы. Точно язык-то тещин. Сирень растения очень красивая, но все же садовая. Даже срезанные красивые веточки сирени привносят в квартиру отрицательную энергетику. Красивые лилии еще один вампир растительного мира. Цветки отнимают силы и провоцируют приступы сильнейшего удушия. Хотите гармонии в семье? Выбирайте в качестве подарка другие цветы. Растения монстера в народе даже называют мужигоном. Находясь в спальне влюбленных, монстера нарушит гармонию и приведет к половому бессилию у представителей сильного пола. У женщин она спровоцирует головные боли, выделяя в воздух опасные вещества, напоминающие нежную розу гибискус еще один не лучший выбор для дома. Его можно размещать в коридоре или на балконе, но не в спальне, где гибискус негативно повлияет и на мужчину и на женщину. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео.